Всем привет! В этом видео я расскажу все, что я знаю про харизму и как ее передать на камеру. И если она у вас появится на камере, она автоматом появится у вас в жизни. Если вам не хватает обаяния, харизмы, то это видео прям реально для вас. Прежде всего хочу сказать, что харизма это все-таки про эмоциональность. Поэтому если вы сам по себе спокойный человек, такой не сильно эмоциональный, без всяких вот таких вот эмоциональных качелей, то будем развивать в вас это. Потому что харизматичный человек это не тот человек, который просто спокойно сидит и очень монотонно говорит что-то. Или на фотках позирует очень так спокойно, прямо, ручки внизу. Все-таки харизматичность это про умение себя выразить, занимать место в пространстве и управлять своей эмоциональностью. Но главный компонент харизматичного человека это уверенность. А как мы передаем уверенность на камеру? У меня есть отдельное видео про это, можете его посмотреть, но я вкратце расскажу вам, что уверенность на камеру это осанка, ровная осанка. Нет, конечно можно сидеть и вот так, спокойно, и это будет красиво выглядеть. Это будет классная поза, я люблю. Или вот так вот не сгорбившись. Это очень красивая поза, но я сейчас даже больше говорю про, допустим, какое-то выступление, или там вы снимаете видео для рилса, для ютуба. Там нужна все-таки эта харизма с уверенностью, потому что к таким людям прям тянутся и хочется смотреть. И первое это осанка. Да, мы получаете сюда личные кости назад отводим, лопатки сходим и круг плечами назад, то есть плечи мы не поднимаем. Потому что когда мы поднимаем плечи, это как будто бы мы хотим где-то спрятаться, будто бы мы хотим стать менее видимыми на кадре. Да, поэтому круг плечами назад и грудь вперед. И второе это взгляд в камеру. То есть, если мы хотим там таинственность, женственность, вполне возможно там какие-то позы делать вот так вот в сторону, да? Играем, заиграем. Но это все-таки более такие застенчивые позы, которые я тоже люблю на самом деле, но они смотрятся очень мило. Но мы сейчас говорим про уверенные позы и этот взгляд именно на камеру. Не бояться смотреть людям в глаза, в камеру, очень так ровно. И третий компонент, как казаться уверенным на камеру, это мы подбородочек поднимаем вверх. И уже потом говорим бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла или там позируем. Потому что если мы выпускаем вниз, взгляд из-под лобья, он становится довольно агрессивный. Да, если мы так вот будем смотреть на камеру, но подбородок опустим вниз. Тоже имеет место быть. Ну, допустим, мне такое не сильно нравится. Люблю поднять подбородок наверх, потому что королевы, принцессы, почему мы считаем их уверенными? У них корона, они ходят с ровной осанкой, и они не могут особо опускать голову вниз, потому что их корона упадет. Поэтому они держат голову очень ровно, даже немного вот поднимая наверх, чтобы было больше площади для короны, чтобы она не падала. Вот поэтому... Но это не вот такое вот движение. Хотя для модельных пост, для модельных... Для портретов я обожаю поднимать подбородок наверх. Но просто, допустим, если мы снимаем разговорное видео или это выступление на аудиторию, то так будет слишком высокомерно. И мне не нравится, что когда мы слишком поднимаем голову наверх, то у нас, смотрите, какая широкая. А лицо маленькое становится. Поэтому это небольшое движение. Чик. Чик. И четвертый, последний компонент, как же выглядеть уверенно на камеру, это мы не делаем закрытые позы руками. Это все закрытые позы. Когда, получается, две руки у нас перекрещивают. Полу закрытые, когда одна рука или две руки. А открытые позы руками, это когда мы ничего здесь не перекрещиваем на туловище. Это вот так вот, допустим, вот так, вот так, вот так, наверх ручки, пространство. То есть, если мы на выступлении хотим казаться более расслабленными и уверенными, я бы там, допустим, одну руку опустила, вторую там на талию. Или я позирую на видео, и мне говорят, Маша, клиент говорит, Маша, хоть хотим больше уверенности, то есть таких поз, которые тоже очень милые, они такие женственные. Я приду за этих поз в такие вот. Занимая больше места на камере, на фотографии, мы занимаем больше места в жизни, мы как бы не боимся все пространство собой заполнить. Это очень классно. Это мы разобрали первый компонент харизмы, да, уверенность. После харизмы следует эмоциональность, про которую я говорила. Все-таки харизматичный человек, это человек, который может и подлиться, и посмеяться, и искренне улыбнуться, и сделать паузу, что-то уже про эмоциональность, не трахторить, а меня там себя остановить. И это все на самом деле можно в себе развить, потому что, ну, я, в принципе, эмоциональный сам у себя человек, но там какие-то эмоции на камеру я раньше не умела делать. Я это все натренировала в себе. Поэтому очень классно будет на камеру поиграть и попробовать делать искреннюю улыбку. Ну, и смех. А где-то, где нужно быть серьезными, прям нахмурить брови. И также добавьте эту эмоциональность в вашу речь. То есть, если моя речь будет очень такая спокойная, в одной тональности, это будет неплохо. Эта речь будет успокаивать, да, как-то в медитативный стан наводить. Но если мы хотим прокачать харизму, то где-то нужно добавить вопросительное или, допустим, восклицательное. Должны быть вот такие вот, как в английском. То есть, американцы говорят так, и поэтому их приятно слушать. Ты не устаешь, потому что у них тональная света подскачивает постоянно. То вопрос, то восклицание. И это, мне кажется, очень прикольно. Но помимо вот этой вот эмоциональности, нужно еще в промежутках уметь делать паузы. Потому что если я буду тараторить без остановки, даже если это будет очень эмоционально, то все равно как бы люди устают. И когда внезапно появляется пауза, то люди такие прислушиваются. И это тоже, я признаю, довольно уверенного в себе человека, который не боится той же речи, выступлений, там, я не знаю, в Рилсе, в Ютубе, который вы снимаете, сделать вот эту паузу, и потом продолжать дальше, уметь удерживать вот эти вот паузы. Поэтому мы добавляем эмоциональность не только в наше лицо, в нашу мимику, но также и в нашу речь. И все-таки харизматичные люди, это люди, которые умеют улыбаться, поэтому, блин, потренируйте. У меня есть отдельное видео по улыбкам, и я там рассказываю про улыбку Дюшана. Это французский невропатолог, который нашел вот эту искреннюю улыбку. Потому что вот это дежурная улыбка. Тоже можете ее потренировать перед зеркалом. Но вот эту улыбку попробуйте прямо сейчас, смотря это видео, не ставьте на паузу, улыбнуться вместе со мной улыбкой Дюшана, когда у нас задействуются вот эти вот щечные мышцы. В общем, наша улыбка поднимается наверх прям сильно, у нас здесь прям напряжение, вы чувствуете, как мышцы сажаты. А уголки глаз идут немножко вниз, и тоже как морщины зажимаются. То есть у нас задействованы и глазные мышцы, и щечные, и ротовые, и прям все зажато. Я прям чувствую вот тут вот прям вот, вот что мышцы работают, и что глаза работают. И я это советую сделать с дыханием, потому что вот без дыхания. А вот с дыханием. То есть я вдыхаю, еще в спокойном состоянии, и выдыхая, делаю улыбку. Сейчас покажу. Она получается более живая и естественная. Потому что когда мы делаем это на задержке дыхания, она как будто бы не живет, как будто бы не проживаем эту улыбку. Так что запомнили. Я повторяю, чтобы вы не забыли. Уверенность, эмоциональность. Третье, чувство юмора. Все-таки без чувства юмора, без какой-то самой иронии, ну не будешь ты харизматичный человек. Но это лично мое мнение. Поэтому уметь с себя посмеяться, с других посмеяться, но не сильно, не токсично, это тоже признак харизматичного человека. И не бояться выглядеть глупым на камеру, при разговоре с человеком, это тоже очень классно. Я тянусь к таким людям. Мне такие люди нравятся. Значит, они без комплексов, и они умеют посмеяться над собой, и не воспринимают себя слишком серьезно. И вообще, в принципе, не воспринимают себя слишком серьезно. Поэтому вам будет задание подурачиться на камеру, поделать всякие разные гримасы. Это прям настолько... Даже можно с руками. С руками это все поделать и заснять на видео, или можете просто перед зеркалом. И просто увидеть свое лицо в смешном, в каком-то состоянии нелепом. И перенять это. И понять, что, блин, выглядит классно, смешно, здорово. Не уродливо, не странно. А вот именно, блин, прикольно. И не бояться это все транслировать на камеру иногда. Да, мне тоже на фотосессиях, когда там слишком все серьезно, мы снимаем хай-фэшн, и уже все устали, позы одни и те же, такие все. И тут я делаю что-то такое. Фотографирует, смеется, и уже как-то немножко разведилась атмосфера. Они не такие все уставшие. Или там немножко потанцевать на камеру, поделать какие-то глупости. Это тоже очень классно. Но у нас уже есть уверенность, эмоциональность и чувство юмора. И четвертое, но это не характеристика, это то, что мне, допустим, помогло тоже развить свою харизму. Я выбрала для себя человека, которого считаю харизматичным. То есть из модели для меня это было как хорошее. Я не перестаю про нее говорить, потому что я ее увидела в Нью-Йорке, ходила на ее мастер-класс по Кэт Волку. Я брала ее онлайн-обучение по базированию, мне очень это понравилось. И вот она по социальным сетям, по YouTube-видео, потому что она выставляла, была для меня очень харизматичным человеком. Я просто смотрела, вот как она дает интервью, как она двигает ртом, глазами. У нее очень такое живое лицо. Как она двигает, какой у нее body language, какой у нее язык тела. Как она держит руки, ноги. Как она держит осанку, голову, когда там дает интервью, когда позирует. И я много смотрела контента с ней и что-то на себя перенимала, что там мне нравилось. Я не говорю прям полностью копировать человека, но какие-то штучки, допустим, там она когда говорит, она часто вот рукой так делает. Да, мне это понравилось, я такая, ага, я тоже так могу делать. Не полностью копировать, потому что тогда мы будем копией другого человека, но что-то привнести, там выберите, допустим, трех персонажей и посмотрите с ними интервью, какой-то ютуб ролик, да, или их инстаграм, что они выкладывают. И посмотрите, как они двигаются, и что-то, какую-то маленькую фишечку можете привнести в свой язык тела. И, кстати, хотела сказать, что вот это у харизматичности, уверенности на камеру, я тоже раскрываю в своем курсе, который называется By the Pictures, By the Life. Русское название еще не придумало. Лучшее запрещение, лучшая жизнь, потому что, ну, для меня это так. Когда я начала красиво получаться на фотографиях, у меня случилось все. Вышла замуж, заработок, через модерин, путешествия. То есть на моем примере это действительно правда. Там лучшее самочувствие, самоуверенность. И там я тоже много говорю про уверенность и про вот этот вот харизм. Вот эти советы взяты тоже из моего курса. И если хотите такой прям колоссальной прокачки, то я оставлю ссылку на свой курс внизу в описании. Спасибо всем за просмотр и не бойтесь самовыражаться, будь харизматичными, обаятельными и радоваться этой жизни. Всем спасибо за просмотр.